Mi 9 SE модель. Я так полагаю это копия айфона 10. Прям очень похоже. Все скопировано. Будем менять дисплейный модуль на нем. Если посмотреть, то его суперамулет треснутый. Вот здесь вот трещина. Телефон я немного подзарядил, чтобы можно было проверить. А вон она трещина, он подсвечивает. Если суперамулет трескается в одном месте, то все надо менять. Дисплейный модуль на него достаточно дорогой. Mi 9 SE. Я взял за 125 евро у китайцев. Не знаю ничего на счет качества. Выглядит неплохо. Сборка неплохая, проклеенный. 125 евро и клиенту я ставлю его, по-моему, за 160. Не помню цену. Что-то вроде того. Надеюсь, проблем всем не будет. Вон туда отверстие. Походу под оптический отпечаток. Не знаю. Итак, телефон я кинул на сепаратор для того, чтобы отделить крышку. Обнагрелся малость. Сейчас попробуем снять. В сепаре у меня 80 градусов. Прям очень легко снимается при 80 градусах. Пока я рассказывал, она уже нагрелась. Конечно, его не снимали до меня. Нет, его снимали до меня. Телефон разбирался. Видно проткнутые пломбы. Винты, благо, не перепутали. Внизу золотистые стоят. Тут голубого цвета. Не знаю, для чего мы разбирали. Так, давайте глянем, насколько сложен будет ремонт. Я думаю, что не очень. Моторея не снималась. Здесь тоже особо ничего не трогали. Золотая. Внутри. Смотрите продолжение в следующей серии. Единственное отличие в винтах, это такой вот короткий винт. Вот так все одинаково вверху. Снимаем верхний модуль. Тут тоже ничего не трогали. Системку не снимали. Коаксиал не отстегивали. Вероятно хотели дисплеи подстегнуть. Не знаю что, но в общем телефон не тронут. Отстегиваем батарею. Давайте перестегнем на дисплейный модуль. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Включаем телефон. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот он да, отверстия под него оптические. В общем похоже на оригинал, хорошее качество у дисплея. Думаю своих денег он стоит. Жалко не взял код у человека. Не все дают. К сожалению. Прячут что-то важное в телефонах. Это понятно. Так выключаем аппарат. Хорошая качественная сборка. Надеюсь проблем с ним не будет. Очень неприятно когда купленные дисплеи за такую цену приносят какие-либо проблемы. Доходится возвращать, договариваться, проверять. Короче, процедура неприятная. Итак, что здесь будем делать? Ну, нового ничего не вижу. Снимаем батарею. Попробуем снять сейчас за хлястики эти. Надеюсь она выдернется. Если нет, будем нагревать. Дисплейный сепаратор. Так же снимаем. Вот эти вот бесцветные. Они, кстати, крепче чем белые. Реально крепче. Камера у нас под стеклом. Можно залапать их. Случайно, не случайно. Так, итак, смотрим. Пасты у нас тут вроде ничего нету. Тач. Все заклеенное. Поэтому просто ставим на сепар и снимаем дисплейный модуль. Не знаю сколько он стоит на олене, смотрел. Похоже на оригинал. Функциональная крайная камера. Читаю в гугле. Характерически интересная. Дата выхода с телефона февраль 19 года. Начало продаж марта 19 года. Но это по России. Стартовая цена 34 тысячи рублей. Даже не знаю сколько у нас он у евро стоит. Он тоже не дешевый. Не дешевый. Так, поднагрелся аппарат. Сейчас будем снимать. ... ... ... ... Можно было подогреть еще раз, снялся бы попроще. Спасать его не надо, снимать целым тоже. Легко снимается дисплейный модуль, что мы здесь видим, мы видим этот самый силикон, на котором он лежит, черный. Сейчас тоже посадим его на наш черный клей, на оптические датчики отпечатка пальцев. Вот так. Вот так. Тоже защитное покрытие. Идентичный, оригинальный модуль все-таки, сомнений нету. Причем китайцы при продаже мне этого не говорили. Единственное, здесь различие заклеен тонким черным пластиком зачем-то. Те же наклейки, те же маркировки. Тоже качество сборки, тот же скотч. Здесь вверху тоже можете видеть маркировку. Снимаем пластик с отверстия. Переносить черную пленку не вижу смысла. Если легко снимется, давайте переклеим. Да, кстати, здесь и пластик голубой наклеен на драйвера оттача и пленка. Давайте закроем. Ставим, прижимаем, смотрим, как у нас тут все село. Все хорошо. Единственное, здесь у нас получилось 2 защитных пластика. Снимем на один. Он, конечно, тонкий, но здесь все настолько тонко, что 2 пластика уже не порядок. Сделаем все как в оригинале. все отлично. Все отлично. Все отлично. здесь практически даже пыли я не вижу кое-где местами остался родной силикон я думаю нам не помешает точнее не кое-где практически по всей поверхности оставим его на месте не будем ничего здесь чистить все идеально идеальная поверхность хороший периметр просто нанесем клей клей нанесем на дисплей здесь рамка пошире здесь все-таки поудобнее потому что на маркер на рамке на телефоне совсем некуда так здесь только отверстие под камеру не заляпать а 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 Все хорошо утопает. Клей практически не вылезет. Если вылезет, то не страшно. После высыхания аккуратно обрежем. Аккуратно обрезаю я всегда именно под микроскопом. Там все отлично видно. Все вот эти сопли, которые вылезают. Высохший клей. Обрезать только высохший. И получается отлично. Вот как пару дней назад я выкладывал P20. Практически все то же самое. Продолжение следует. Удобно они конечно разграничили винты по цветам. Не запутаешься и смотрится как-то интересно. Солидно так скажем. Батарею ставим на Батарею. 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 Д pé位置. Батарея. Батарея. Собираем верхний модуль. 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 Бесцветный клей. Собираем верхний модуль. Поэтому на сепаратор кидать не будем. Ставим на зажимы. Зажимается и крышка и дисплейный модуль. Часа через два можно отдавать клиенту. Как интересно. Надеюсь не заблокируется. И так друзья. Хорошо село все. И так. После сушки осталось обрезать. Там ерунда осталась. В принципе немного вылезло. Совсем чуть-чуть. Здесь сверху. И все. И все. Вот так. Как видите все идеально село. Поэтому очень важно наносить клей на периметр. Очень важно ввести оптимальное количество. Чтобы не было мало и чтобы не было много. Чтобы не вылазило. Всем спасибо за внимание. Это у нас был. Можете прочитать. Кодовое название телефона. E9 SE. 125 евро цена дисплея. Я уже говорил. И я делал где-то за 160. Всем спасибо друзья. Удачи. На связи. Оставляйте комментарии.